Всем большой привет! Меня зовут Таня, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я решила сделать подборочку из пяти своих любимых тональных кремов с эффектом холеной кожи. Это те тональные средства, которые создают эффект сияния кожи изнутри, которые смотрятся на лице максимально натурально, сливаются с кожей и не выглядят как какая-то шпаклевка или замазка на коже. И, кстати, если вы вдруг видите меня впервые, еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться, у меня тут много интересных и полезных видео. Ну а теперь давайте без долгих предусловий приступим к теме ролика. И, кстати, еще сразу хочу сказать, что все тональные кремы я вам покажу с нанесением на свое лицо, а не просто буду теоретически о них рассказывать. Итак, начну с того, какой у меня тип кожи. Кожа у меня комбинированная, склонная к жирности в Т-зоне, и по периферии лица кожа у меня, в принципе, нормальная. Но при этом кожа у меня, кстати, еще проблемная, склонная к высыпаниям, к черным точкам, еще у меня есть расширенные поры. Ну, в общем-то, я думаю, что многие сейчас узнали тоже свой тип кожи, и у многих он аналогичен моему. Начну я с одного из своих самых любимых тональных кремов от бренда Clorance. Этот тональный крем называется Skin Illusion, и это тональный крем флюидного типа. Он жидкий, он очень легкий по своей текстуре, он с пипеточкой, и благодаря тому, что у него такая легкая флюидная текстура, он просто идеально сливается с кожей, идеально подстраивается под кожу, и его на лице вообще не видно. Даже если я прям вот так вот возьму зеркало и буду вплотную себя разглядывать с этим тоном, я его на лице не вижу. Он очень естественно и нейтрально смотрится в жизни. В линейке этого тона представлено 12 оттенков, в принципе, есть где разбежаться, есть из чего выбрать. У меня он в оттенке 105 ньют. На данный момент этот оттенок мне, конечно, светловат, потому что у меня еще есть на лице остатки загара. Но как только загар с меня полностью смоется, тогда он мне начинает просто идеально подходить. У этого тонального крема такой слегка сияющий финиш, где-то минут через 5-7 после нанесения он полностью усаживается на лице, он впитывается в кожу и абсолютно сухое покрытие, то есть он совершенно никакой не липкий на лице, его не чувствуется на коже. Я вот просто ненавижу, когда тональные кремы липкость после себя оставляют и когда они ощущаются. Это для меня прям вот самое-самое неприятное, что может быть в тональном средстве. Тут такого эффекта нет, как и у всех тонов, что я покажу дальше, все они очень комфортно на лице чувствуются. У этого тонального крема в составе есть увлажняющие компоненты, и для меня он просто идеален на холодное время года, на зиму, на осень, на раннюю весну. Кому он может не понравиться? Тем, кто ждет от тонального средства хорошей маскировки. Здесь маскировка, ну такая слабенькая, я бы сказала, что уровень покрытия здесь от легкого к среднему. Можно наслоить и получить среднее покрытие, но если наносить его на лицо немножко, то получается легкое покрытие. Какие-то сильные покраснения, какие-то сильные недостатки он вам однозначно не перекроет. Я бы порекомендовала обратить внимание на этот тональный крем тем, у кого сухая кожа, тем, у кого кожа обезвоженная, склонная к сухости, нормальная, комбинированная, как у меня кожа. Но если у вас комбинированная кожа, готовьтесь к тому, что придется промакивать Т-зону матирующими салфетками, потому что, конечно, он совершенно не регулирует никак выработку жира в Т-зоне. Но для меня лично это не является проблемой. Зато он выглядит на лице очень натурально, естественно, красиво. И у него еще очень такой приятный, свеженький, слегка огуречный запах. Люблю его прям вот всем сердцем. Вы меня часто спрашиваете, какой у тебя любимый тональный крем. На сегодня я бы сказала, что, наверное, все-таки Skin Illusion это прям вот мой самый любимый тональный крем. Ну, хотя на самом деле я многие люблю. И вот из сегодняшней подборки я все люблю. Каждый из них хорош просто по-своему. Следующий тональный крем называется Match Perfection от бренда Rimmel. У этого тонального крема уже более плотная консистенция по сравнению с предыдущим от Clorance. Здесь консистенция кремовая, но все равно он легкий, он легко распределяется по коже. И покрытие он дает, опять же, от легкого к среднему, но чуть более плотное, чем у предыдущего тона. Если его наслоить, можно прям хорошо перекрыть какие-то недостатки. Но в целом, опять же, это не full coverage тональный крем. То есть не ждите, что прям вот вам он все замажет и ничего не будет видно, ни единого прыщичка, ни единого там пятнышка. Конечно, он на это не способен. Вообще, в принципе, в сегодняшней подборке не будет ни одного такого тонального крема с полным покрытием. Ну, потому что, сами понимаете, что такие тональные средства смотрятся на лице неестественно в жизни. Они хороши для видеосъемки, для фотосъемки, но в жизни они выглядят на лице просто как замазка. Поэтому, конечно, сегодня все тональные средства будут с таким от легкого к среднему покрытием. Именно такие продукты выглядят на лице максимально естественно. Так вот, что-то я отошла в сторону, вернемся к тону Match Perfection от Rimmel. Он представлен шестью оттенками. У меня он в оттенке 200 Soft Beige. Это такой загарный, достаточно темный тон. Я им пользуюсь тогда, когда у меня на лице есть активный загар. И тогда он классно прям сливается с кожей. Сейчас он для меня чуточку, прям совсем чуточку темноват. Я очень люблю этот тон за то, что он классно визуально сглаживает поры. Он дает эффект фотошопа, и с ним поры выглядят прям очень незаметными. Хотя у меня сильно расширенные поры на щеках и местами на носу. Но с ним они не то, что не подчеркиваются, они наоборот визуально сглаживаются и пропадают. Вот за этот эффект я его просто обожаю. Минут через 15-20 после нанесения он прям идеально сливается с кожей и становится прям как вторая кожа. Опять же, на лице совершенно не чувствуется, дает сухое покрытие, которое не липкое, не противное, и нет ощущения какого-то парника на лице. Очень его люблю. Он достаточно недорогой. Ну, не сказать, что он прям супер бюджетный, но, в принципе, цена вполне приемлемая. И могу вам его порекомендовать, если у вас комбинированная кожа, нормальная или сухая кожа. Это отличный просто, очень естественный натуральный эффект, прям красиво смотрится, дает такой легкий, слегка сияющий финиш. Следующий тональный крем, любимец многих визажистов профессиональных, называется он Collagen и он от корейского бренда Enough. Вот этот тон представлен всего лишь тремя оттенками. Тут уже подобрать себе оттенок достаточно сложно, потому что все оттенки имеют немножко странные подтоны. У меня, например, оттенок 21, и это такой средний по темноте цвет. Он не совсем загарный, но и не светлый, что-то вот такое средненькое. И этот оттенок имеет в себе сероватый подтон, который, в принципе, минут через 10 после нанесения начинает постепенно уходить. Этот тон хорошо подстраивается под оттенок кожи, но все равно есть в нем какой-то вот такой легкий сероватый подтон, который не каждому может подойти. Но за что я его люблю? Я его очень люблю за то, как он красиво выглядит на лице. Он дает прям эффект супер холеной кожи. Он очень красиво смотрится, особенно в жизни. Это прям такая идеально ровная, гладкая, сияющая, отполированная кожа. Здесь большая банка, целых 100 мл. Хватит его просто, ну, навеки, вечные. Я 100% не успею его использовать до конца из такого большого объема. Но вот визажисты его как раз и любят за то, что эффект красивый дает. И баночка очень большая, надолго хватает, и цена при этом очень даже приятная. Этот тон увлажняющий. Здесь в составе заявлена гиалуроновая кислота, коллаген. И его очень любят те, у кого сухая кожа. Для сухой кожи он вообще супер идеально подходит. Для комбинированной кожи все-таки нужно будет хорошо припудривать с ним Т-зону, чтобы не блестеть. Но в целом все равно красиво смотрится. И на комбинированной коже в том числе. Для жирной кожи я бы его рекомендовать точно не стала. Для жирной кожи он слишком увлажняющий. Степень покрытия у него средняя. Если его поднаслоить в некоторых местах, он прям вообще очень круто перекрывает даже какие-то заметные недостатки. Кстати, чуть не забыла сказать. Есть одна особенность у этого тона. Он очень сильно пахнет жасмином. И я знаю, что многих это прям очень раздражает. И многим не нравится этот запах. Я лично от запаха кайфую. И я этот запах отношу к его плюсам. Но для кого-то это все-таки минус. Поэтому предупреждаю вас, пахнет сильно жасмином. Ну и конечно же не могла я в эту подборку не включить Healthy Mix от Bourjois. Это один из самых таких популярных тональных кремов в сегменте масс-маркет. У него сотни и тысячи поклонниц. И его слава вполне заслуженная. Он классный. Он красиво смотрится на коже. Он красиво сливается с кожей. Дает эффект, опять же, такого легкого сияния изнутри. У него степень покрытия средняя. Неплохо перекрывает какие-то небольшие недостатки. У него еще, кстати, очень приятный запах. Здесь такой классный фруктовый аромат, который, к сожалению, долго на коже не держится. Он достаточно быстро выветривается с лица. Но пока его наносишь, очень приятно ощущать этот классный фруктовый запах. Этот тональный крем представлен шестью оттенками. И все оттенки в линейке имеют желтоватый подтон. Поэтому, если вы белоснежка, если у вас розоватый подтон кожи, к сожалению, вы себе ничего не подберете. Потому что все оттенки реально желтенькие. Я сама по себе с таким теплым подтоном кожи, поэтому мне они хорошо подходят. Но для многих это прям проблема. Здесь у меня оттенок номер 55 Dark Beige. Сегодня, кстати, он у меня на лице. Это оттенок такого легкого загара. Он у меня как раз промежуточный. Идет после вот этого, который более темный. Потом я перехожу на Healthy Mix от Bourjois. Очень комфортно, опять же, чувствуется на лице. Абсолютно сухой. Я вот сейчас трогаю свое лицо. Оно совершенно сухое. Я совершенно не чувствую, что у меня какое-то тональное средство на коже. Если смотреть на лицо близко, то он тоже не бросается в глаза. Видно, что на лице есть какое-то тональное средство. Но смотрится очень натуральное. И, естественно, нет эффекта штукатурки. У него кремовая текстура. Он не жидкий. Легко распределяется и спонжиком, и кистью, и пальчиками. Здесь еще содержатся, кстати, какие-то витамины. Ну, по крайней мере, они тут заявлены. На упаковочке написано витамин С и Е, В5. Хотя, конечно, все это не более, чем маркетинг. Ну, в общем, если вы еще вдруг не пробовали Healthy Mix от Bourjois, он как-то прошел мимо вас. Рекомендую, попробуйте. Если вам подойдет оттенок, я думаю, что вы будете им довольны. Опять же, не советую его, кстати, тем, у кого очень жирная кожа. На жирной коже может блестеть. Но для комбинированной кожи, для моей, подходит просто отлично. Еще один продукт из линейки Healthy Mix от Bourjois, который мне тоже нравится. И тоже, на мой взгляд, смотрится на лице очень натурально. Дает эффект холеной кожи. Это BB крем из линейки Healthy Mix. Он представлен всего лишь двумя оттенками. У меня в оттенке 01 Light Clear. И это, конечно, светлый тон. Сейчас он для меня слишком светлый. Опять же, буду пользоваться тогда, когда загар сойдет. У него точно такой же запах, как и у тона Healthy Mix. Если их сравнивать между собой, они разные. У BB крема чуть более легкое покрытие, чем у тонального крема. И BB крем чуть посуше. Тон имеет в себе какие-то увлажняющие компоненты, судя по ощущениям. А BB крем нет. И поэтому BB крем этот может подчеркивать какие-то небольшие шелушения, если они у вас вдруг есть. Но вот, кстати, поры он совершенно не подчеркивает, не западает в поры. И ведет себя на лице в течение дня он очень достойно. Он хорошо держится и не отпечатывается сильно на телефоне. В общем-то, тоже его люблю и тоже могу порекомендовать. Вот его, кстати, я бы не посоветовала тем, у кого сухая кожа, чисто из-за того, что он подчеркивает шелушение. И мне кажется, он может эту сухость лица подчеркнуть. Если у вас нормальная комбинированная кожа, может быть даже, кстати, и для жирной кожи будет хорош, можно попробовать. Если вы его пробовали, делитесь в комментариях вашим отзывом. Да и вообще, в принципе, на все средства, что я сегодня показала. Как они вам, только пишите обязательно, какой у вас тип кожи и подошел, не подошел, понравился, не понравился. Будет очень интересно почитать. Ну что, на сегодня все. Если вы хотите, чтобы я сняла подборку про супербюджетные, но классные тональные кремы, дайте мне знать об этом в комментариях и поддержите, пожалуйста, видео пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся в новых видео. Пока-пока, до встречи!